Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 3 июня. Продолжаю подкармливать в огороде все свои посадки. И все, что я делаю, я вам показываю. Я вот показывала уже, как я подкармливала томаты полудохлые, на которых без слез не взглянешь, с удобрением с повышенным содержанием азота. Короче, этим же удобрением с повышенным содержанием азота я подкармила огурцы, потому что они любят азот, им он не вредит. Этим же удобрением с повышенным содержанием азота я подкармила перцы, которые очень долго ждали высадки. И теперь я дошла до тех томатов, которые не нуждаются в принудительном стимулировании для наращивания зеленой массы. То есть им повышенное содержание азота не нужно. Я их называю середнячки. Вот они середнячки. Их я буду подкармливать удобрением, у которого равные доли. Вот сейчас покажу вам азот фосфор и калий. Подробнее я потом вам расскажу об этом удобрении. Сейчас просто скажу, что я дошла вот уже до самых-самых закоулков. Видите, здесь у нас дуги хранятся, лопаты какие-то. Но так как этот участок, все равно его не бросишь, не засажено, я его тоже засадила. И томаты выглядят мои так. У них уже есть, видите, на них есть завязи. Все, они хорошенькие. Но вот эта подкормка, хотя бы одна в сезон, ее все равно нужно делать, потому что для полноценного развития томатов, я вам сейчас скажу, что вот здесь, но я потом подробнее прочитаю вам инструкцию, что в этом удобрении тут не только азот фосфор и калий, но тут и микроэлементы. Короче, для того, чтобы жизнь этого томата удалась, я стараюсь хотя бы раз в сезон, но вот такое минеральное удобрение добавить. Эта подкормка будет корневая, ее делать можно в любой период, хоть утром, хоть вечером, хоть в жаркую погоду. Предварительно, как всегда, намочили грунт. Я вчера вот пустила по капельному поливу воду, и теперь по мокрой воде в прикорневой ствол будем поливать вот этой подкормкой. Если мы посмотрим на состав вот этого удобрения, которое я говорила, что оно для средненьких, также азот фосфор и калий, если сравнить с великаном, то тут азота больше, этих меньше, здесь все в равных долях. И перевернув его, вот просят переворачивать на другую сторону, перевернув его, мы увидим, что кроме азота фосфора и калия тут еще гумат добавлены и различные микроэлементы, перечислены марганит, цинк, бор, медь, кобальт, молибден, то есть состав этого удобрения более сложный, вот он он, и карбамид, то есть азот, здесь уже не главенствует. Здесь, смотрите, было, сейчас скажу, карбамида 43, и тут написано, что именно регулирует рост вегетативной массы, вот этот мы применяли для скорейшего наращивания зеленой массы. В этом случае нам наращивать зеленую массу не нужно, нам нужно просто полноценное развитие, здесь написано комплексное универсальное удобрение, содержащее сбалансированный набор питательных веществ, необходимых для полноценного роста и развития. И вот эту разницу все начинающие должны явно отслеживать, понимать, что это я подкормила, потому что они хилые и отставшие, отстающие, а эти не отстающие, просто им нужно дальше хорошо развиваться, как завязывать плоды, чтобы наливались, завязывались плоды, просто полноценное развитие, все в равных долях, фосфор, азот и калий, это вот для начального, для старта, для первой подкормки идеально. Технология приготовления и маточного раствора, и рабочего раствора точно такая же, смотрим по инструкции, вот томаты, 20 грамм на метр, я беру всегда, тут написано 15 или 20, я всегда беру большее число из инструкции, потому что у нас песчаные почвы, бедные, и мне, ну как, на плодородных грунтах может быть 15 хватит, а я беру 20. Высчитываю, сколько мне нужно, вот, вот этот раствор, одна пачка, у меня опять пойдет на 200 кустов томатов, технология приготовления точно такая же, вот, сыпала в банку для замачивания, 2 часа он у меня расквашивался, сейчас я все-все его размешаю, ведро, прям руками раздавлю, без фильтровки, безо всего, вываливаю в 200 литровую бочку, и вот эти 200 литров выливаю на 200 кустов, то есть, одна лунка, где 2 в 1, ковшик 2 литра, для того, чтобы понимать, кто хочет, прям все подробности, как я в бочке развожу, как я там разливаю по кустикам, это все я снимала вчера, в то время, когда подкармливала вот этих хилых, отстающих, технология та же самая, просто сменился, вот это вот, сменилось удобрение с этим сглавенствующим азотом, с преобладанием азота, было вчера, а сегодня с равными содержаниями, просто для полноценного развития, которые подходят для любого, ссылку на вчерашнее видео, я к сегодняшнему видео выложу, и кто хочет все подробно посмотреть, вчера 20-минутный ролик снимала, поэтапно, все пошагово, все, что я делаю, сегодня, конечно, повторять смысла нет, если вчера уже все это было, вот это будет ускоренный вариант, просто рассказала, почему для тех, у которых все хорошо, томатов выбрала, это удобрение, это не обязательно может быть, это может быть любое, совершенно другое, мой выбор пал на него, потому что просто больше выбора не было, у нас вот было три всего, великан, Андрианыч и Аннушка, но Аннушка, она пойдет на потом, там совсем другие дозировки, для первой подкормки, она не очень подходит, а вот Андрианыч и великан, как раз для тех случаев, которые мне нужны, это для хилых, это для нормальных, все сейчас разведу эту бочку в воду, и мы с Катей, также ковшичком, ковшичком в каждую лунку, по 2 литра раствора, то есть по 1 литру на каждое растение, будем разливать, обадасшsocial, отца Fantasticinелен, посмотрим, если вы сейчас, если вы в двух улицах, всеэ факты, то, как раз,